Джаз сегодня на очень высоких позициях находится. И к нему развернулось очень большое количество людей и очень много молодых, которые не идут ни в рок-музыку, ни в рэп, ни в R&B, а идут именно в джаз. Меня, например, это очень радует, потому что я 7 лет уже руковожу кафедрой, и создала академию, и приходят дети, я их называю детьми, потому что они мне все дети годятся, даже во внуки. Так вот они приходят с тем, чтобы понять, что это за музыка, и хотят научиться и играть, и петь джаз. Меня это не может не радовать. Конечно, джаз, он тоже менялся, и у нас теперь достаточное количество джазовых музыкантов, которые спокойно могут конкурировать с мировыми звездами в этом жанре. К этому мы пришли, потому что у нас появились, во-первых, школы, во-вторых, очень много учреждений музыкальных, в которых кафедра направлена именно на эту музыку. И вот такой кафедрой я руковожу. Подписали договор с Самарой, с Самарским государственным институтом культуры. И сейчас филиал будем открывать в Петербурге. Я уже получила согласие от губернатора Санкт-Петербурга. И, конечно, будем расширять свои границы, будем выходить за рамки Москвы, чтобы просто растить достойных молодых людей, которые смогут составить конкуренцию с сегодняшним звездам. Самое важное, это педагоги, как вы считаете, сюда так далеко поедут? Нет, я думаю, что филиал создавать нужно здесь. Нужно искать здесь педагогов. Потому что наши педагоги вряд ли, у них нагрузка очень серьезная, очень большая. Кроме того, что они преподают в моей академии, они еще преподают на кафедре у меня. И у них огромное количество своих частных занятий, учеников. Поэтому ряд ли здесь надо искать. Я знаю, что, уверена на 200%, что здесь можно найти хороших, знающих, качественных педагогов. Джаз везде очень популярен. И в Японии, я знаю, там тоже из школы свои есть. Я знаю очень большое количество японцев, которые играют так, что и певцов, и певиц японских. Просто конкуренция очень серьезная американскому джазу. Очень серьезная. В Китае меньше знаю. Просто, наверное, наверняка тоже есть, но я меньше знаю китайцев, музыкантов. Наверняка тоже есть они. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова